Салам алейкум, дорогие друзья, с вами Smart GeekBlog. Утром 8 марта в своем инстаграме, кстати, подпишитесь, если еще нет, я делал пост о том, что подарил своей любимой маме на международный женский день. А подарил я ей вот такую вот замечательную портативную беспроводную акустическую систему от компании Harman Kardon Esquire 2, на которую обещал сделать обзор в ближайшие выходные. И вот настали эти самые выходные, я приехал домой к своей маме и готов сделать полный обзор беспроводной акустической системы HK Esquire 2, которая, забегая вперед, является лучшим решением в своей ценовой категории по дизайну, функциональности и качеству звучания. В общем, Harman Kardon Esquire, поехали! В качестве небольшого предисловия я скажу, что у меня есть некий фундамент доверия, назовем это так, к корпорации Harman Kardon. Как я уже неоднократно рассказывал, у меня дома стоит стационарная 2.1 система Harman Kardon Aura первого поколения, купленная осенью 2014 года, и за свои 14 тысяч рублей по старому курсу она имеет просто отличный звук, кучу беспроводных подключений помимо Bluetooth, включая SunSleaky AirPlay или DLNA, чем меня несказанно радует. И поэтому, когда я выбирал портативную беспроводную колонку для своей мамы и мне нужно было уложиться в 10 тысяч рублей, я подумал о двух брендах, JBL и Harman Kardon. Китайские колонки от Xiaomi и прочих производителей я рассматривать не стал по двум причинам. Во-первых, у них может очень сильно плавать качество и в целом достаточно большой процент брака, но даже если с этим пунктом всё ок, они все всё равно достаточно стрёмные внешне. А так как я пробитый еблофак, я просто не могу позволить себе покупать вещи с настолько фиговым дизайном. Сначала я подумывал купить JBL Charge 3, но несмотря на хороший звук и водозащиту, все колонки JBL всё-таки выглядят достаточно топорно. А так как моя мама не является супер-мега-спортсменом и всё-таки больше придерживается официального стиля, то и колонку нужно было покупать соответствующую. И тогда я обратил внимание на линейку Esquire от Harman Kardon, который при своём достаточно элегантном и самобытном дизайне имеет весьма неплохое качество звучания для таких габаритов. Из всей линейки в продаже по Москве было всего две модели, Esquire Mini и, собственно, Esquire 2. Mini мне показалась слишком маленькой и слабой по качеству звучания, поэтому я, собственно, и остановился на Harman Kardon Esquire 2. И начнём мы с упаковки, дизайн которой весьма существенно влияет на первое ощущение от продукта, по крайней мере, если верить Стиву Джобсу. В данном случае с упаковкой всё просто шикарно, давно не видел столь скрупулёзного подхода. Коробка выглядит весьма элегантно, крышка у неё магнитная, что крайне удобно. Открыв крышку, мы видим внутреннюю крышку чёрного цвета, на которой есть лишь непонятный символ, а сверху показано, что у этой колонки есть аж 4 микрофона, а, соответственно, её можно юзать как устройство для телефонных конференций. Открыв внутреннюю крышку, нас встречает сама колонка в чёрном поролоне, а рядом лежит кабель с USB-A на microUSB-B для зарядки самой колонки. Под колонкой лежат конвертики с полезной макулатурой, гарантия, сервисная информация и вот это всё. Наклеек Harman Kardon нет, я заранее проверил. Но мы не будем доставать бумажки, а то адепты анпекингов от Шевцова задизлайкают, и в целом будут правы. Поэтому переходим сразу к колонке. Внешне Harman Kardon Esquire 2 смотрится, конечно, очень стильно. Прямоугольный форм-фактор, достаточно утончённая сетка динамиков, в центре надпись Harman Kardon, рёбра колонки, как и все управляющие клавиши, выполнены из металла. Из элементов управления есть качелька регулировки громкости, включение, кнопка обнаружения Bluetooth, кнопка активации микрофонов при телефонном разговоре, этой же кнопкой можно ставить музыку на паузу. Ну и последняя кнопка отключает микрофоны в момент разговора по телефону. Слева у колонки расположен индикатор заряда внутреннего аккумулятора, который внешне напоминает индикатор Xiaomi Powerbank. Я просто не мог об этом не сказать. Аккумулятор здесь, к слову, всего на 3200 мАч. Производитель обещает 8 часов музыки по Bluetooth на максимальной громкости. А справа расположены 3 дополнительных интерфейса. Микро-USB для зарядки колонки, 3,5 мм AUX для подключения к устройствам, у которых нет Bluetooth, и обычный USB-A для зарядки своих девайсов, так как эта колонка может служить также и в качестве пауэрбанка. Снизу у колонки есть прорезиненные ножки, чтобы не царапать алюминиевый кант, когда колонка стоит. Ну а задняя панель выполнена из кожи с выдвижной металлической ножкой, которая позволяет удобно разместить колонку на столе. В целом, дизайн упаковки и самой портативной аудиосистемы Esquire 2 я бы оценил на 10 из 10, ко всему подошли очень ответственно и с душой, из-за чего получилось просто шикарно, и вообще Esquire это одна из самых красивых портативных колонок, которые я когда-либо видел. Теперь поговорим о некоторых плюшках Harman Kardon Esquire и начнем с использования колонки в режиме внешнего аккумулятора. В данной колонке, как я уже сказал, установлен аккумулятор на 3200 мАч, от встроенного порта USB можно зарядить любой девайс, как iPhone, так и Android. Даже iPad можно частично зарядить, просто потому что у iPad емкость батареи больше, чем у этой колонки. Для зарядки девайса надо лишь включить колонку, подключить девайс по кабелю и все, заряд пошел. Однако здесь есть одна маленькая подстава, аутпут на USB-HK Esquire имеет всего 1 Ампер. Я это проверял с помощью Nexus 5X, который при подключении к 1 Амперному порту пишет, что заряд идет медленно. И если для iPhone это не критично, то Nexus 5X от такого порта будет заряжаться вечность, около 5 часов, что, как вы понимаете, нифига не круто. Ну и 3200 мАч тоже маловато по современным меркам, так что функция пауэрбанка здесь скорее второстепенная. Теперь же несколько слов о функции телефонных конференций. Недаром здесь аж 4 микрофона. Для этого мы берем наш Nexus 5X, подключаем его к колонке по Bluetooth и звоним нашему админу ВК Тимуру, который заранее предупрежден о звонке и согласился вынести вердикт качества звука микрофонов этой колонки. Как только мы набираем номер, на самой колонке надо нажать клавишу с изображением телефона, после чего индикатор сменит свой цвет с синего на зеленый, что означает переход колонки в режим разговора. Алло, ну чё, на сколько? 4 микрофона, да нет, ты чисто оцени, ну так, по-быстрому. Ну слушай, да, ну как бы оно обычно для конференций используется, 4 стерео микрофона, ну блин, чтоб там в офисе можно было на удаленке конференции проводить. Ну в целом ничего так, да? Нормально, тебя слышно. Ну блин, хорошо, я просто достаточно далеко сижу, так что... Нет, тебя слышно, короче. Ну ладно, давай тогда, спасибо. Да, давай. Ну я думаю, вы сами всё прекрасно слышали, звук у микрофона в колонке очень хороший, и это заметно даже при использовании обычных вызовов от оператора, без поддержки в OSHD. Однако у этой колонки есть таки один недостаток, так как это скорее официальная, нежели спортивная модель, здесь вообще нет влагостойкости. Ну, как говорится, дизайн в ущерб функциональности. Ну а теперь настало время протестировать качество звука Esquire 2, так как звучание это, как ни крути, основополагающий фактор при выборе акустических систем. В системе Harman Kardon Esquire 2 установлено 2 динамика по 8 Вт, суммарная мощность 16, полная техническая документация динамиков есть в описании к видео. Сейчас не будем заострять на этом внимание, мы с вами затрем за ощущение. Для того, чтобы протестировать качество звука, я беру свой iPhone 6s, включаю трек The Air Near My Fingers, который должен более-менее прокачать эту систему. И на одной трети от максимальной громкости звук достаточно громкий и чистый. Звонкий верх, глубокий низ, ну а что еще надо от портативной системы? Как и со своей Aura, я ни разу не ставил здесь максимальную громкость, так как это будет уже слишком мощно, из чего я делаю вывод, что здесь есть огромный запас громкости, что, конечно же, хорошо, так как при более высоких значениях громкости можно с таким же комфортом слушать музыку, даже будучи на борту моторной лодки, а вы примерно понимаете, какой там шум. Ну а теперь включим что-нибудь поспокойнее, но с большим количеством разных инструментов и тональностей. И пускай это будет трек Seven Devils из альбома Ceremonials исполнителя Florence and the Machine... И да, снова ощущается запас громкости, а также весьма и весьма качественный и чистый звук. Единственный недостаток по части звука, который я успел обнаружить в этой акустике, это при прослушивании треков по типу XX Intro на минимальных значениях громкости система немного заваливает бас, из-за чего клавишные, которые есть в этой композиции, не очень хорошо слышны в моменты звучания драм-машины. Сейчас я попробую это передать с помощью своего микрофона, сомневаюсь, что получится, но всё же. Вот о чём я и говорил, на минимальной громкости немного заваливает бас, однако это уже скорее мои придирки, так как предъявлять подобные претензии к портативной маленькой аудиосистеме немного глупо. Однако тест звука в обзорах колонок дело весьма неблагодарное, ибо свои уши не прикрутишь, и что для одного звучит хорошо, другому будет звучать просто омерзительно. Именно поэтому я поступлю так, как делает Wilsa.com в своих обзорах аудиотехники, я запишу несколько сэмплов на свой Blue Spark Digital в максимально возможном качестве, расстояние от колонки до микрофона примерно 1 метр, ну а в описании к видео есть ссылка, перейдя по которой можно послушать все эти сэмплы, и каждый сам для себя сможет оценить качество звучания Harman Kardon Esquire 2. Ну а от себя я скажу, что мне крайне понравилась эта колонка, как своей функциональностью и дизайном, так и качеством звучания. За те 8 тысяч рублей, которые за нее просят в Яндекс.Маркете по Москве, она звучит очень даже гуд. Конечно, по качеству звучания, эта колонка явно не конкурент Бауэрсон Вилкинс Т7 или же аналогичным моделям от Боус или Бенген Долвсон, ну просто потому, что те портативные акустические системы все-таки повыше классом, но они стоят в полтора, то и в два раза дороже HKEY Esquire 2. Поэтому, если вы выбираете портативную колонку до 10 тысяч рублей, то Esquire 2 это самый сбалансированный вариант. Так как она красива внешне, у нее хороший звук, и она имеет несколько дополнительных функций, таких как заряд ваших девайсов через USB, или же телефонные конференции с использованием 4 микрофонов, установленных в этой колонке. И я могу с чистой совестью и пустым кошельком, так как мне нихрена не заплатили за этот обзор, рекомендовать вам эту колонку к покупке. Она офигенная. Ну а на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Если данное видео помогло вам определиться в выборе портативной акустики для себя и в подарок, или же просто понравилось, обязательно поставьте лайк. Поддержите мои старания. Ну и подписывайтесь на канал, подписывайтесь на лайв-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, читайте мой Твиттер, заглядывайте в Инстаграм. Там сейчас куча материалов с недавней презентацией Дройбер Бир, на которую мне довелось сходить. Оценивайте, делитесь, комментируйте. А с вами был SmartGeekBlog. До новых встреч в мире технологий. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok